Однажды четверо друзей Теперь они искатели Их цель – пройти по Пермскому краю Найти хранителей традиций разных народов И передать тайны прошлого будущим хранителям Чтобы наши потомки не растворились во времени и пространстве На севере Пермского края расположен Комипермятский округ Столица округа – город Кудымкар В центре Кудымкара стоит памятник богатырю, воину и правителю Кудымошу Родоначальнику Комипермяков и основателю города А вокруг Кудымкара много сел и деревень, где живут Комипермяки Издавна жили они на Пермской земле Хлеб сеяли, в лесу кормились, природу почитали Предки Комипермяков прославились искусством отливать из меди и бронзы фигурки В виде животных и птиц Слышал про пермский звериный стиль? Север нашего края богат леса Поэтому издавна были Комипермяки прекрасными охотниками Знатоками животных и растений И в ремеслах они преуспели А какие сказки и легенды знают Интересный народ Комипермяки А главное, что помнят они традиции предков И многое о них рассказать могут Итак, Сережа, Жасмин, Влад и Аня отправляются в свою первую экспедицию Искатели они пока неопытные И совсем не представляют, куда двигаться и что именно делать Им придется обходиться без магии и волшебства Надеяться только на собственную внимательность и смекалку Итак, мы находимся в селе Архангельское Юстинского района Что мы имеем? Вот что удалось найти В Архангельском уже несколько столетий живут в Коми-Фермяки Коренное население Прикамья Коренные? Интересно А что это значит? Коренное население? Это значит люди, которые жили много на этой земле И распустили свои корни? Да, и пустили корни родословных деревьев На этой земле жили не только их отцы и деды, но и прадеды, прапрапрадеды Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра Спасибо! Я уже понял Напоминаю, мы ищем хранителей, которые нам рассказывают много неизвестного и интересного Ну что, когда вам пора в путь, искатели вперед! На берегу реки Иньва раскинулось старинное село Архангельское. Название его от Михаила Архангельского храма, построенного почти 200 лет назад. Возле храма можно увидеть большой камень. Говорят, что это упавший метеорит. А легенды рассказывают, что камень этот — седло перы-богатыря, который ездил на своем коне по пермятской земле и защищал народ от нечисти. После одной из битв у села Архангельское пера-богатырь потерял седло. И оно превратилось в камень. Да так и осталось лежать здесь и охранять родную землю. Сидя на этом камне, можно загадать желание. Красивое место Архангельское. Говорят, здесь с давних времен зарыто много кладов. Но главный клад этого места — люди, которые помнят о традициях коми-пермяков. Где же искать хранителей? Как вполне современные и продвинутые дети, искатели решили связаться с ученым, который про хранителей знает очень много, Дмитрием Игоревичем Вайманом. А работает он в Пермском научном центре Уральского отделения Российской академии наук. Никогда не думала, что историк был бы таким молодым. Какой он, по-твоему, должен быть? Ну, старый, с бородой такой. Девчонки, потише! Здравствуйте, Дмитрий Игоревич! Здравствуйте! Здравствуйте, Искать! Мы находимся в Архангельском поселении. Мы ищем кладителей традиций коми-пермяков. Это будет увлекательно. Я не могу к вам присоединиться. Уезжаю в экспедицию в Алтайский край. А я думала, историки только здесь сидят, что люди вещи перебирают. Ну, не видеть, а все так. Идите считать хорошо. Но иногда бывает этого недостаточно. Важно познакомиться с людьми, понаблюдать. Потому что, если будете внимательными, то поймете, почему в коль-пермянской культуре очень много связано с природой. И еда, и посуда, и даже музыка имеют тесную связь с окружающей средой. А как там найти хранителей? В Архангельском сегодня праздник первого снопа. Отправляйтесь в поле, чтобы познакомиться с местными жителями. Среди них вы найдете хранителей. Удачи вам! До свидания! По совету Дмитрия Игоревича на рассвете искатели отправились в поле. Смотрите, травка желтая растет. Это колосья. Это хлеб растет. Никогда не думала, что хлеб так красиво растет. Да, это хлеб. Хлеб бывает пшеничный, с женой и греческий. Какой-какой? Греческий. Ну, из гречки. А, тут, наверное, сто тысяч батонов растет. Ммм, сладенький. Побежали! Хороший урожай всегда большая радость для людей. Сколько вложено труда в то, чтобы маленькое зернышко стало золотистым голосом. Нужно сохранить зерно зимой, вспахать поле, посеять хлеб, вырастить его. Когда колос уже напитался солнышком и готов отдать свое зерно, коми-пермики отмечают праздник первого снопа – Медуджа-Кольта. Жители села Архангельское бережно относятся к своей истории. И взрослые, и дети одеваются в традиционные костюмы и проводят обряд так же, как это делали их предки. Это похоже на перемещение в прошлое. Хозяин приходит на поле вместе со своей семьей. И перед тем, как начать жатву, обращается с добрыми словами к силам природы. Он здоровается с полем, с солнцем, с луной, с жителями полей и рощи. С пшеницей, которую ласково называют матушкой. С пшеницей, которую ласково называют матушкой. Хозяин, его жена и дети благодарят духов природы за то, что защитили хлеб от злых ветров, от града и туч. На поле приносят гостинцы. Не только самим после работы полакомиться, но и землю матушку угостить. Вот чарла так чарла. Кокнет, обупинела. Прихла пора раздать всем членам семьи серпы, чтобы сжать пшеницу для первого снопа. Искателям повезло. Но где еще увидишь, как жнецы серпом срезают колосья? Это сейчас хлеб убирают с помощью машин, а наши предки все делали вручную. И это был тяжелый труд. Попробуй-ка убери руками целое поле. Бог дал первый сноп, говорят коми-пермики. Вот он какой, золотистый, словно солнцем наполненный. Сноп повязывают красивой лентой и зовут гостей порадоваться хорошему урожаю. Жители села поют песни, водят хороводы. Сече, битме, македжо. Сече, битме, македжо. Томки джо, тонки джо. Сече, битме, македжо. Шивны та шивилим, а карина, як ты не помнят? Виль кольта из чекте? Теджия миле тоампелес, зирит вира тоампелес, відже звиле лечаме. Нас тоже пригласили в праздник, закружили в караводи. А закончилось все веселой забавой снопы молотить. Это игра, в которой ребятишек подбрасывают на руках, как хлебные снопики. После такого валяния у снопабы спелые зернышки от стебельков отделились. А у нас только хорошего настроения прибавилось. После праздника начнется уборка хлеба. И очень скоро зерно из сжатых колосьев станет теплым душистым караваем. Медаджа кольта – очень красивое и душевное событие, во время которого люди радуются доброму урожаю и благодарят природу за ее дары. А мы благодарны, что смогли увидеть, как отмечают этот праздник в селе Архангельское. Остаток этого чудесного дня искатели решили провести в поле. У них не было с собой ни телефонов, ни планшетов. Они просто бегали и наслаждались солнцем и запахами травы. И это было здорово. А впереди искателей поджидало что-то очень интересное. Здравствуйте, а что вы делаете? Мы играем. А можно мы с вами? Конечно, можно. Игра называется «Ткачиха». А по коме-пермятски будет «Кыщ». В игре все должно быть честно. Давайте посчитаемся. Мы будем изображать ткачский станок. Мальчики у нас будут челноками, а девочки встанут с нами. Правила игры «Веселая ткачиха» очень простые. Выбирают двух игроков – челноков. Остальные игроки становятся в два ряда и берут друг друга под руки. Игроки произносят текст. На русском он звучит так. «Я веселая ткачиха, я умею ткать. Пич-пач, троки-троки, я умею ткать». Игроки шагают навстречу друг другу и обратно, постепенно увеличивая темп приговорки и шага. Задача челноков – быстро пробежать между рядами игроков, чтобы их не заткали. Игра продолжается до тех пор, пока челноков не заткут. «Веселая ткачиха, троки-троки, я умею ткать». Игроки шагают. «Веселая ткачиха, я умею ткать». Все, соткали. Игра оказалась очень увлекательной, и искатели решили продолжить. Они играли снова и снова, соткали всех по очереди, а Аня досталась самое трудное. «Тебя соткали?» Отгадай загадку. Крыша была? Ошь, як-то! На крыше медведь танцует. Медведь танцует? Медведь? Ходит по крыше? Странная. А может луна? Дым? Да, это правильно. Ура! Молодец! Молодец! Загадку отгадали? Молодцы! А вот вам подарки – веночки. Оказывается, интересные игры могут быть не только в компьютере. День удался. До свидания! Наступил вечер, и на поле опустился туман. Искатели шли и разговаривали о верованиях предков коми-пермяков. О том, что, может, и правда окружающий мир полон духов, а у каждой стихии есть хозяин, который управляет ею. И нельзя напрасно тревожить огонь, воду, лес. А если так, может, напрасно они забрались в этот туман, и не разгневается ли тот, кто им повелевает? Что-то мне в этом тумане не по себе. Да, страшновато. А вы знаете, что коми-помяки верят, что есть такой весной дух – сюрапель. А что он делает? Это ужасно рогатый дух носит детей в лес. Пойдемте отсюда скорее. Да, пойдемте отсюда поскорее. Да. Пойдемте. Смотрите в следующей серии. Зачем нужны палати? Умеют ли петь растения? Что значит посуда от природы? Можно ли читать по поясу? Искатели ждут новые открытия и новые приключения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова